Сегодня, если я ничего не перепутал, у нас шестая лекция. Так, есть ли какие-то вопросики ко мне по курсу, в смысле? Понятно. Уж наиваю. Да, с меня, видимо, проверка какой-то там третьей домашки, которую я еще не проверил, но думаю, что до конца следующей недели. Я с этим справлюсь. Четвертая домашка у вас уже есть. Собственно, давайте повторим то, что было в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами начали изучать третий класс генеративных моделей, которые называются нормализационные потоки. Мы их определили как дифференцируемые обративные преобразования из пространства данных в пространство шума. Фактически это выглядит так, что у нас есть какие-то точки, выборка точек. Есть некоторое преобразование F, которое переводит эти точки в некоторое, если хотите, скрытое, если хотите, базовое распределение P от Z. Ну и если у нас функция, соответственно, параметрическая, то и распределение становится параметрическое. При этом изначально мы говорим, что в этом скрытом пространстве задано какое-то распределение, обозначаем его P от Z. Ну и так как функция у нас обратима, то мы говорим, что существует какая-то функция G, которая равняется F минус 1, которое, соответственно, это базовое распределение, переводит в распределение параметрическое вот здесь. Собственно, здесь у нас определено какое-то распределение реальных сэмплов. Мы из него знаем выборку. И фактически нормализационный поток с помощью теоремы о замене переменных позволяет выразить вот эту вот плотность через, соответственно, базовую плотность. Выглядит это так. Ну и почему поток? Поток, потому что стака такие обратимые дифференцируемые преобразования, мы все равно получаем обратимые дифференцируемые преобразования. Поэтому, соответственно, мы можем расписывать, считать, что это наше преобразование является суперпозиция каких-то более мелких, простых преобразований, и тогда, соответственно, теорема о замене переменных принимает тот вид, который написан здесь снизу. Самый главный черт здесь – это логариф модуля детерминанта матрицы Якоби, который нужно как-то считать. В целом, это неприятная задача, и мы с вами, соответственно, должны построить какие-то преобразования, которые являются легко вычисливыми. Да, ну и мы говорили, что на самом деле нормализационные потоки можно обучать с помощью прямой КЛ-дивергенции, можно обучать с помощью обратной КЛ-дивергенции. В прямой КЛ-дивергенции все достаточно просто и похоже на то, что было до этого. В обратной КЛ-дивергенции тоже можем подставить теорему о замене переменных, но есть косяк. Нам нужна истинная наша плотность. Если у нас есть только выборка, то обратную КЛ-дивергенцию мы использовать не можем. Ну и была небольшая теорема, которая говорит следующую вещь. Лучше покажу даже на рисунке. Вот если мы вот эти два распределения притягиваем друг к другу с помощью прямой КЛ-дивергенции, это эквивалентно тому, что мы вот эти два распределения будем притягивать друг к другу обратно к КЛ-дивергенции. Фактически, если мы решаем вот эту задачу, автоматически решается и вот эта задача. Показывается это с помощью теоремы о замене переменных. И, собственно, мы с вами в конце прошлой лекции посмотрели на один из... А, мы даже чуть-чуть вперед с вами зашли. Мы посмотрели, значит, на линейные потоки. Это потоки, которые выглядят достаточно просто. Преобразование вида Z равно W на X. Собственно, проблема в том, что нам нужно обращать это преобразование и нужно считать детерминант. Появляется кубическая сложность. И вот один из способов, как этого избежать. Можно применить матричные разложения, например, PLU или QR. Сделать это один раз в начале обучения и затем лишь обновлять, соответственно, соответствующие матрицы. L, Q в случае PLU или, например, Q и R в случае QR. Тем самым мы уменьшаем сложность подсчета нашего детерминанта и обучаться становится проще. Вот. Это было в прошлый раз. Тут вопросы есть? Пока что нет. Супер. Здорово. Спасибо. Так. Ну, собственно, сегодня. Мы, на самом деле, в прошлый раз уже залезли в первую темку. Но я решил, что все равно давайте я еще раз проговорю. Потому что что-то, кажется, там не очень хорошо зашла. Сегодня вообще глобально говорим про большой класс нормализационных потоков. которые называются авторегрессионные потоки. Это большой класс, в который включаются многие виды потоков. Сегодня рассматриваем гауссовский авторегрессионный поток, обратный гауссовский авторегрессионный поток и, наверное, самый известный вообще нормализационный поток, который существует. Он называется Real MVP. А в конце поговорим про то, как нормализационные потоки связаны с своей моделью. То есть, фактически, сегодня лекция, которая проводит мостики между мирами. Вот у нас в курсе появились авторегрессионные модели, в АЕ модели, нормализационные потоки. Вот первая тема связывает у нас нормализационные потоки с авторегрессией, а вторая тема связывает нормализационные потоки с ВАЕ. Не связывает, а мы просто обсудим, как они вообще взаимосвязаны. Здесь у нас, на самом деле, уже проложен мостик в тот момент, когда мы сказали, что в качестве декодера в АЕ можно использовать, например, авторегрессионную модель. Окей, погнали тогда с места карьер. Собственно, о чем мы говорили еще даже в прошлый раз. Да, давайте я еще раз подумаю, во сколько у нас заканчивается с вами лекция. Она заканчивается у нас в 12. В прошлый раз я все перепутал. Да, давайте рассмотрим авторегрессионную модель. Модель, которая берет нашу плотность по этой х плюс лови тет и раскладывает произведение условных вероятностей. И давайте предположим, что каждая условная вероятность у нас является нормальным распределением, соответственно, со средним и дисперсией, ну или стандартным уклонением, которые зависят от контекста. При этом небольшое пояснение. Вот здесь у нас стоит тетто. Фактически тетто являются параметрами вот этих мю и сигма. То есть мы здесь предполагаем, что мю и сигма являются какими-то нейросетями, которые параметризуют с параметрами тетто, принимают на вход, соответственно, контекст. В целом это в точности то, что у вас было в первой домашке про пиксель CNN, за тем лишь исключением, что там у вас было не нормальное распределение, а категориальное, и вы выплевывали логиты и софтмакс лосс, ну не софтмакс, там, кросс-энтерпи лосс. А здесь у нас нормальное распределение, и мы считаем, что наши данные непрерывны. Собственно, давайте представим, что мы обучили вот такую, допустим, пиксель CNN модель и решили, значит, сгенерировать сэмплы. Как мы будем генерировать сэмплы? Ну, фактически, если у нас нормальное распределение в конце, то мы будем сэмплировать некоторую ZG из стандартной гаусяны и потом, соответственно, делать вот такой вот, если хотите, параметризейшн-трик. Мы будем сигму умножать на Z, прибавлять мю, будем получать XG. Что здесь важно? Важно то, что каждая XG зависит от предыдущих X. Это все ровно то же, что у нас было в авторегрессионной модели. Но это и есть авторегрессионная модель. При этом, вот из этой формулы мы легко можем выразить ZG. Что мы получим? XG минус мюG делить на сигмаG. Ровно это здесь и написано. Просто вот взяли и выразили ZG. Причем, что важно, что ZG между собой никак не зависят. Зная вектор X, мы можем сразу получить вектор Z. ZG, но зная вектор Z, мы не можем сразу получить вектор X, потому что у нас последовательный сэмбл. Но сейчас важно то, что мы фактически с вами получили обратимое и дифференцируемое преобразование из пространства Z в пространство X. Вот у нас написано прямое преобразование, вот у нас написано обратное преобразование. То есть фактически мы взяли авторегрессионную модель и поняли, что ее можно представить как нормализационный поток. Она фактически является нормализационным потоком, где у нас есть некоторое базовое распределение N01. И есть какое-то сложное распределение, ну вот в данном случае, произведение вот таких вот гаусян. Произведение, потому что... Ну, я вот про это произведение не имею в виду. То есть фактически мы получили авторегрессионный поток. При этом, что важно, важно, что якобиан такого преобразования будет треугольный. Ну почему? Потому что XGT не зависит, какой-нибудь вот такой значок напишу, от Z итого при G меньше, чем I. Вот так. При G меньше, чем I. Да, все правильно. Это на самом деле вот из этой формулы понятно. Да, я просто боялся перепутать больше или меньше. Фактически, ну понятно, что следующее... Точнее, не так. XGT не зависит, соответственно, от ZG, который с индексами больше, чем G. Ну, кажется, это очевидно. На самом деле, из этой формулы. Это означает, что фактически D, XGT по D, Z и T будет равно нулю вот в этом случае. Это значит, что якобиан такого преобразования будет треугольный. Напоминаю, что у треугольного якобиана легко посчитать его детерминат. Нужно просто перемножить диагональный элемент. Окей. Хорошо. Собственно, важная здесь вещь, что фактически мы получили поток, к которой преобразование потока задается покомпонентно. То есть вот есть какая-то функция G от Z и T, которая задается по компонентам. Мы покомпонентно можем ее вычислить. Есть, соответственно, обратная функция. Причем, вот здесь это цветом показано, XGT зависят друг от друга, ZGT не зависят друг от друга, потому что здесь вот этого голубенького цвета или цвета морской волны нет. Это значит, что функция генерации у нас последовательная, функция inference непоследовательная. И это, на самом деле, ровно все то, что было в PixelCNN в первой домашке. Вы, когда обучали модель, у вас не было никакой последовательности. Когда вы генерировали сэмпл, вы явно в питоне писали цикл по всем. Там у вас минист был, значит, по W и H. Окей. И мы, на самом деле, на прошлой... Sorry. На прошлой лекции, вот, по-моему, переписано с прошлой лекции, обсуждали, что нормализационный поток можно обучать с помощью прямой кальдивергенции. И говорили, что если мы обучаем нормализационный поток с помощью прямой кальдивергенции, то нам нужно уметь вычислять f от x при условии θ, уметь вычислять его и габиан, ну и дальше там какие-то условия. Важное здесь условие еще заключалось в том, что при подсчете прямой кальдивергенции обратное преобразование, то есть преобразование g, нам вообще не нужно. То есть мы можем обучить поток, ничего не зная про обратное преобразование, при этом нам нужно быть уверенным, что оно существует, потому что мы пользуемся теоремой о замене перемен. Но если мы хотим сэмплировать из нашей модели, то нам нужно обратное преобразование. И как раз-таки вот такой гауссовский авторегрессионный поток идеальный кандидат для обучения с помощью прямой кальдивергенции, потому что здесь мы видим преобразование f, которое не является последовательностью, то есть параллельным. Идеальный кандидат для того, чтобы подставить вот сюда. А, соответственно, сэмплировать мы будем медленно. Ну, конечно, не очень хорошо, но в целом переживем. Ровно поэтому на самом деле в первой домашке вы использовали прямую кальдивергенцию для обучения пикселя в CNN. Ну, вы максимизировали правдоподобие, а это эквивалентно минимизации прямой кальдивергенции. Окей. Понятно, что тут произошло? Да, понятно. Ага. Хорошо. Тогда, кажется, сразу переходим к следующему пассажу, а именно к обратному регрессионному кауссовскому потоку. Да, я эту лекцию достаточно сильно в этот раз переделал. Как-то она всегда очень плохо заходила. Хотя мысль тут не то чтобы какая-то глубокая, но вот, кажется, в этот раз получилось попроще. Если если это не так, кричите. Хорошо. Давайте сразу возьмем наш да, сейчас говорим про обратный гауссовский авторегрессионный поток. Сразу скажу, что в литературе он имеет аббревиатуру E-A-F inverse авторегрессив flow. Слово гаушен обычно опускается, хотя оно неявно подразумевается. Поэтому мы будем больше слов использовать, чтобы быть более точными. Итак, давайте сразу сделаем следующее. Вот у нас есть гауссовский авторегрессионный поток, в нем там есть какие-то μ и σ. Давайте сделаем небольшую репараметризацию. А именно, давайте введем обозначение. σ с волной равно 1 на σ, а μ с волной равняется минус μ делить на σ. Пока пусть искусственно выглядит, а теперь давайте увидим, зачем нам это нафиг надо. Сори, что-то меня атакуют. Сейчас, одну секунду. Да, возьмем наш гауссовский авторегрессионный поток, который был выписан двумя слайдами ранее. Собственно, x выражается через x и z, z выражается только через x. В общем, переписано то, что было два слайда назад. А теперь давайте просто возьмем и вместо σ и μ заиспользуем σ с волной и μ с волной. Поверьте, давайте я даже как-то, поверьте, что я все сделал правильно. Если мы, соответственно, вот эту σ мы заменяем на 1 делить на σ с волной. Правильно. Да. И что еще? А вот эту μ мы, соответственно, заменяем на μ со шляпкой делить на σ со шляпкой со знаком минус. Получается вот такая формула. Поверьте, что правильно. Короче, и σ заменили на те же μ и σ только со шляпками. небольшая просто репараметризация. Ничего не поменялось, математически все корректно. Пока непонятно, зачем мы это сделали. Это нормально. Смотрим, на самом деле осталось все то же самое. Вот z деленное на σ теперь со шляпкой все так же от контекста x, минус μ все так же от контекста x. Здесь все то же самое. Ничего вообще кардинально умного не произошло. Просто как говорит Сергей Анатольевич Гус математика наука переобозначения. Вот сделали переобозначение. А вот теперь сделаем чуть более содержательный шаг, а именно вот в этих вот формулах поменяем z и x местами. Ну, фактически мы как бы два пространства поменяем местами. Вот у нас было вот на этой схеме это было x, вот это было z, а давайте сейчас скажем пусть вот это будет z, а вот это будет x. и давайте просто перепишем формулу и посмотрим, что мы получим. Окей, фактически мы берем вот эти штуки, вот эти две формулы и просто везде, где видим z пишем x, везде, где видим x пишем z и верим, что я это сделал правильно. Вот фактически собственно в начале у нас вот эта вот первая формула она эквивалентна вот этой, то есть мы вместо z пишем x, ж, здесь соответственно пишем sigma с волной от z, от контекста z умножить на z плюс mu от z. Можно убедиться, что со второй формулой, почему-то я их здесь поменял местами, со второй что я написал здесь один здесь два вот можно убедиться, что я не облажался, я проверял это уже раз пять. Окей, сделали. Фактически мы получили какие-то формулы, которые получились из гауссовского авторегрессионного потока двумя вещами. Первая это небольшое переобозначение sigma и mu, которое фактически ничего у нас не меняет, мы вольны переобозначать буковки столько раз, сколько захотим. Вторая вещь это мы поменяли z и x местами. Давайте посмотрим, что мы в итоге получили, глядя просто на формулу. Здесь мы видим, что теперь x, ж, считается все так же с помощью reparameterization trick, то есть sigma на z плюс mu. При этом x, житые не зависят от x, житых от контекста x. А z, житые теперь зависят от x, житого и зависят от контекста z. То есть фактически мы с вами взяли нашу гауссовский авторегрессионный поток, поменяли в нем z и x местами. Так как у нас преобразование обратимое, у нас, соответственно, до этого в одну сторону преобразование было быстрое, в другую было медленное. Если мы поменяли x и z местами, ну, значит, у нас теперь то преобразование, которое было быстрым, стало медленным, то преобразование, которое было медленным, стало быстрым, потому что мы просто взяли и поменяли местами z и x. Так как у нас обратимое преобразование, это не говоря на том, что мы просто поменяли преобразование быстрое на медленное, а медленное на быстрое. Ну а параметризацию вот эту вот, достаточно тривиальную фактически, мы сделали для того, чтобы формулы выглядели так, как выглядит формула для репараметризации нормальной случайной величины. То есть фактически мы вот эту формулу z минус μ делить на σ поменяли на σ умножить на z плюс μ. Больше ничего. Фактически мы получили авторегрессионный поток, который обладает просто противоположными свойствами к обычному гауссовскому авторегрессионному потоку. Окей, это были формулы, теперь давайте картиночку посмотрим. Здесь вот все выписаны слева, все те формулы, которые мы сейчас с вами проговариваем. Формулу для гауссовского авторегрессионного потока для преобразования из z в x. И формула, соответственно, в обратную сторону для преобразования из x в z для гауссовского авторегрессионного потока. Вот в ней мы просто переобозначили μ и σ на μ и σ с волной. И, соответственно, поменяв x и z местами, мы получаем обратный гауссовский авторегрессионный поток. Давайте посмотрим на схемы, как это выглядит на рисунках, и, я думаю, прояснится ситуация. Фактически, у нас была гауссовская авторегрессионная модель. Да, здесь, так как картинки не мои, везде, где написана буковка u, имеется в виду буковка z. Давайте я где не лень исправлю. Возможно, сейчас станет лень везде исправлять. Да, и еще здесь вот есть буковка α. Фактически, тут используется обозначение, что σ, который вот здесь, равняется экспоненту умножить на α. Если вы делали третью домашку, то вы там вот всегда предсказывали log std. Вот это фактически вот на этой схемке это α. Опять же, так как рисунок не мой, буковки немножечко другие стали. Собственно, гауссовский авторегрессионный поток, как работает, вот сэмплирование из него, как выглядит. Мы берем z житую, предсказываем по контексту x и μ. Напоминаю, α это аналог σ. И, соответственно, вот используя эти α и μ, делая reparameterization trig, а именно вот эту вот формулу, мы получаем следующий x и t. Соответственно, как выглядит обратное преобразование для гауссовского авторегрессионного потока. Мы берем контекст x, берем x и t и делая, соответственно, обратный reparameterization trig, получаем z и t. Причем здесь, на самом деле, если бы мы использовали вот эту вот небольшую reparameterization через волнички, то мы бы делали вот просто прямой reparameterization trig. Что же происходит в обратном гауссовском потоке? В обратном гауссовском потоке фактически вот это преобразование g от z, это преобразование f от x. В обратном гауссовском авторегрессионном потоке мы говорим, а давайте возьмем и поменяем вот эти два преобразования местами. И фактически мы сделаем вот, соответственно, вместо вот этой схемки мы подставим вот эту схемку, поменяя x и z местами. Вот фактически, если мы посмотрим на вот эту схемку обратного гауссовского потока, и здесь я в итоге поменял, то мы увидим, что для того, чтобы здесь в обратном гауссовском нормализационном потоке, авторегрессионном, мы для того, чтобы получить x, фактически берем контекст z, берем z и t и делаем reparameterization trig. Это полностью эквивалентно вот этой схеме, за исключением того, что мы x и z поменяли местами. И фактически мы вот вместо вот этого преобразования, вместо использования контекста x, теперь используем контекст z. Тут мне нужен какой-нибудь вопрос от вас, либо чтобы вы сказали, что все понятно. Понятно, что произошло или нет? Давайте я еще поясню, если нужно. Можно вопрос? Тогда еще получается у нас, как бы, критерий оптимизации меняется сам. Критерий, пояснись с вами. Прямая кельная обратно, по-моему, так можно поменяться. Но мы пока ничего не говорим про то, как мы это оптимизируем. Сейчас мы как бы просто говорим, что наша модель фактически меняется. То есть то, как выглядит функция f. Про критерий оптимизации мы сейчас ничего не говорим. То есть мы сейчас просто говорим, как устроено наше преобразование. Дальше вторым вопросом, который сейчас независим пока что от... Ты, наверное, имеешь в виду то, что поменяв эти преобразования, прямая кель-дивергенция, которая была удобна для оптимизации до этого, сейчас станет неудобной. Это правда. Да, вот я это как раз смело веду. А, окей. Да, это правда. Но, опять же, неудобно в том плане, что нам потребуется преобразование π. Это правда. И как раз это на следующем слайде изображено. Да, точно тут нет вопросов. У меня есть ощущение, что это, возможно, не суперхорошо я сейчас проговорил. Ну ладно, молчите. То есть, чтобы породить очередной пиксель, в случае прямого потока мы смотрим на все предыдущие пиксели и на пространство, скрытое в обратном потоке. Мы такие, мы типа инкапсулируем всю информацию в Zeta и порождаем только при помощи них. Да. Причем, вот что важно понимать, что вот то, что ты первым сказал про, соответственно, ну, фактически вот эту схемку, это ровно то, что у вас было в первой домашке. Это вот прям авторегрессионная модель а-ля PixelCNN. Сейчас же мы вот просто сказали, давайте вот перевернем эти два преобразования, потому что мы заметили, что вот гауссовский авторегрессионный поток, он обладает вот таким свойством, что он обратим. Мы можем из Z в X переходить обратим. И, соответственно, можно поменять эти два преобразования местами. Возникает, да, вот, собственно, про что Костя сказал. Что фактически мы до этого использовали, например, прямую кальдивергенцию, и там было удобно, что у нас преобраз... Давайте я даже вернусь. И там было удобно, что вот это преобразование F, которое в прямой кальдивергенции участвует, оно у нас параллельно. Сейчас же мы F и G поменяли местами. Это значит, что при использовании прямой кальдивергенции у нас возникло небольшое неудобство, что у нас будет последовательное сэмплирование кальдивергенции, это не суперудобно. Поэтому фактически мы вспоминаем про обратную кальдивергенцию в обратном гауссовском авторегрессионном потоке. Да, сейчас заметил, что, собственно, в названии потока используется слово inverse, а здесь reverse. По-русски и там, и там обратный. Все. Погнали дальше. Да, обратная кальдивергенция. Опять же, вот это переписано, на самом деле, с прошлой лекции. Мы говорили, что можно в обратную кальдивергенцию вставить, соответственно, теорему о замене переменных, туда засунуть этот логарифм модуля детерминанта матрицы Якови. И говорили, что для обучения, соответственно, модели с помощью обратной кальдивергенции нам нужно вычислять функцию G, ее ЕКБИАН, ну, фактически нам нужно вычислять функцию G, ее ЕКБИАН, что там еще? Нужно там уметь сэмплировать из базовой плотности, вот она стоит, и вычислять ее на самом... А, нет, вычислять нам не нужно, потому что она от параметров не зависит, то есть это константа, фактически. И нужно, на самом деле, оценивать вот эту вот плотность P. При этом, опять же, нам не нужно ничего знать про функцию F, которая просто нигде не участвует в этой форме. Собственно, так как у нас теперь функция G, вот эта вот, которая до этого была последовательная, сейчас она стала параллельная, почему? Потому что фиолетовенькая только с одной стороны, а синенькая все с другой стороны, а функция F, наоборот, теперь стала медленная, потому что Z теперь и здесь, и контекст Z теперь здесь. То, на самом деле, нам удобно использовать обратную кальдивергенцию с одним лишь исключением, что нам нужно знать P. То есть, если у нас какая-то задача, ну, видимо, не MLE оценивания, а просто какая-то задача, в которой, соответственно, нам нужно использовать обратную кальдивергенцию, и мы знаем вот это вот распределение P, то мы можем использовать обратный авторегрессионный гауссовский поток, и он является достаточно естественным выбором для оптимизации обратной кальдивергенции. И такую задачу мы с вами увидим на восьмой лекции, да, через одну, где у нас будет обратная кальдивергенция. Возможно, вы даже можете где-то сами сейчас догадаться, где мы можем найти обратную кальдивергенцию. Мы, на самом деле, уже даже рассматривали некоторые модели, где у нас возникала обратная кальдивергенция. Не скажете? Схода. Окей, тогда давайте я скажу. У нас была модель в АЕ, лосс которой выглядел так. У нас был реконстракшн лосс минус КЛ лосс. Причем вот это КЛ выглядело следующим образом. Это было распределение энкодера и априорное распределение. Но если мы посмотрим на эту кальдивергенцию, мы заметим, что здесь параметрическое распределение – это первое распределение. То есть фактически относительно параметров φ, вот эта кальдивергенция является обратной. И на самом деле мы могли бы подумать, как бы засунуть обратный авторегрессионный гауссовский поток в энкодер в АЕ-модели. Вот на самом деле мы даже про это поговорим через одну лекцию. Окей, тут есть еще вопросы? Нету. Да, ну еще один, надеюсь, один, даже два еще слайда. Фактически все, математика закончилась. Вот есть гауссовский авторегрессионный поток, есть обратный гауссовский авторегрессионный поток. Соответственно, фишка в чем? Первый – эквивалентен просто авторегрессионной модели. Фактически просто ей является. Преобразование, соответственно, из z в x последовательное, потому что каждую x мы получаем из предыдущих иксов. Преобразование обратное, непоследовательное. Прямая кальдивергенция – естественная функция ошибки для обучения такой модели. Обратный гауссовский авторегрессионный поток. Фактически мы просто говорим, что x и z надо поменять местами, ну и чтобы формулы были поприятнее, мы делаем репараметризацию. Соответственно, ну, то есть фактически мы все, что делаем, мы вот эту формулу ставим первый теперь, а вот эту формулу ставим второй теперь, меняя x и z. Затместаем. Ставим свойства. Теперь первое преобразование у нас параллельное, то есть x не зависит от z, а обратное преобразование теперь у нас последовательное. Ну и теперь получаем то, что обратная кальдивергенция является естественной функцией потерь. То есть фактически мы вот уже который раз приходим к тому, что прямая и обратная кальдивергенция, особенно в нормализационных потоках, являются такими взаимозаменяющими, не взаимозаменяющими, а вот некоторыми противоположными свойствами обладают. Окей, хорошо. Да, ну и еще какая-то тут фраза, что гауссовский авторегрессионный поток и обратно гауссовский авторегрессионный поток взаимно заменяемый. Что здесь имеется в виду? Что, ну вот, были у нас вот эти четыре распределения, о котором мы говорили в прошлый раз. Имеется здесь в виду то, что вот у нас есть, например, соответственно, прямой, прошу прощения, гауссовский авторегрессионный поток, который вот это преобразование быстрое, вот это преобразование медленное. Это гауссовский авторегрессионный поток. Много букв написал. Вот это гауссовский авторегрессионный поток. Фактически, обратный гауссовский регрессионный поток говорит, что давайте вот это наоборот преобразование сделаем медленным, будет обратный, не буду все буквы писать, авторегрессионный поток, а вот это сделаем быстро. Кажется, если вы хотя бы вот это идейно запомните, уже хорошо. Окей. Тут вопросов нету? Или еще хочется что-нибудь узнать? Хорошо, тогда двигаемся дальше. Переходим к третьей темке, которая у вас будет в пятой домашке. Нужно будет запрогать нормализационный поток, который называется Real MVP. Поэтому хорошо бы сейчас поактивничать на вашем месте. И это на самом деле самый известный, наверное, нормализационный поток. который есть. И обычно, когда говорят про нормализационные потоки, наверное, в головах большинства людей всплывает аббревиатура Real MVP. Вот, собственно, давайте поймем, что это такое. Для этого давайте сначала построим его, а потом поймем, как он связан с теми авторегрессионными потоками, которые мы сейчас поизучали. фактически он, на самом деле, сначала появился он, а потом уже вот эти все гауссские авторегрессионные потоки. Для этого давайте вот у нас есть, соответственно, две переменные x и z. Давайте я их вот так, как вектор, нарисую. Между ними у нас, соответственно, нужно построить обратимое дифференцируемое преобразование. Давайте возьмем и разобьем эти два вектора на две части. На x1 и x2 и на z1 и z2. Ну, например, там, первый d-компонент отнесем к x1, второй m-d компонент отнесем к x2. То же самое сделаем z. Окей. И давайте явно построим следующее преобразование, которое называется в литературе coupling layer, либо же по-русски давайте говорить слой связи следующего вида. Давайте скажем, что x1 равно z1, то есть фактически приравняем, то есть, да, еще раз поясняем, мы сейчас виноваты, мы наоборот строим преобразование z в x. Что мы сейчас хотим сделать? Мы хотим как-то сконструировать преобразование из вектора z в вектор x, которое было бы обратимо. Вот я предлагаю способ, как это сделать. Давайте скажем, что x1 равняется z1, а x2 равняется следующему. z2 умножается на sigma от z1 плюс mu от z1. То есть фактически преобразование, опять же, у нас какой-то, вот в качестве вот этого кружечка, я имею в виду поэлементному умножению, и фактически здесь у нас написан снова некоторый reparameterization trick, который выглядит следующим образом. Соответственно, здесь вот берем z2, здесь берем sigma, берем от z1 mu и делаем вот здесь reparameterization trick. Окей, ну, очень похоже на то, что было до этого, за тем лишь исключением, что теперь sigma у нас от вектора z1, mu от вектора z1. То есть у нас нет никакого там покомпонентного разложения, у нас разложение на части. И давайте попробуем написать для такого преобразования обратное преобразование. Во-первых, ну, с первой частью все понятно. То есть z1 равняется x1. Кажется, элементарно. Первую формулу смогли обратить. Теперь давайте обратим вот вторую формулу. Для этого я даже напишу сначала руками. Вот, то есть наша цель сейчас выразить z2. Что мы получим? z2 равняется x2 минус mu z1 sigma деленное на sigma от z1 θ. Согласно? И что мы здесь видим? Мы здесь видим, что все то же, что было до этого. Теперь у нас, собственно, преобразование становится последовательным, потому что z2 зависит от z1. Очевидно. Но из-за того, что у нас первая часть вектора остается неизменной и x1 равняется z1, то мы можем вместо вот здесь z1 написать x1, потому что z1 равняется x1. И в итоге мы получаем следующую формулу для z2. z2 равняется x2 минус mu от x1 и θ, умноженное по элементу на 1 деленное на sigma x1 и θ. Еще раз, вот у нас фактически, если мы просто обращаем эту формулу, мы получаем последовательную формулу, то есть z2 зависит от z1. Но так как у нас z1 равняется x1, мы специально сконструировали наше преобразование таким образом. у нас обратное преобразование является непоследовательным так же, как и прямое. То есть фактически мы построили отображение, которое похоже на немножко на авторегрессионное, но при этом и прямое, и обратное преобразование у нас быстрые. То есть мы и сэмплируем быстро, и обучаемся быстро. Понятно вот эта мысль? Да, понятно. Окей. Тут на самом деле небольшая техническая оговорка, как нам поделить вектор на две части, на x1 и x2 в случае, если мы работаем с изображениями. Обычно используются два способа деления вектора на две части. Первый называется checkerboard ordering. Мы говорим, что все беленькие пиксели это x1, все черненькие пиксели это x2. Второй способ channel wise ordering. Фактически мы говорим, что вот у нас есть вектор w на h на количество каналов. Давайте первая часть каналов у нас будет x1, вторая часть каналов будет x2. Соответственно, для того, чтобы сделать checkerboard ordering, мы можем замаскировать наш tensor, сделать маску из нулей и единиц собственно умножить и вот получится x1. Если соответственно умножим на 1 минус маску, получим x2. Для channel wise ordering мы просто делаем сплит нашего вектора на две части. это я имею ввиду, что делаем под сплитом, я имею ввиду torch сплит по axis равно минус один. Ровно вот эти две штуки на самом деле вас ожидают в домашке, у вас там будет два слоя как раз, там как-то checkerboard какой-то real MVP и channel wise какой-то real MVP. Вот. Да. Собственно теперь на самом деле нам хочется понять как это связано с авторегрессионными потоками. Можно еще один технический вопрос, пока мы ушли дальше? У нас получается, что вот в авторегрессионной модели мы Z в самом начале при первом проходе и при сэмплинге мы его использовали как мы его сэмплировали из нормального распределения, а в данном случае у нас Z2 откуда может взяться? Точнее вектор Z откуда мы его будем брать? Смотри при авторегрессионном моделировании мы обучив модель мы как бы у нас есть две стадии обучения и сэмплирования давай про сэмплирование сначала поговорим допустим мы как-то обучили модель мы сэмплируем Z из стандартной нормальной гаусяны и соответственно потихоньку начинаем сначала X1 получать потом X2 получать потом X3 происходит допустим мы так же обучили модель как-то сэмплируем мы ровно так же сэмплируем вектор Z из N01 и теперь только не не по компонентной X1 X2 X3 получаем а сразу получаем под вектор X1 от 1 до 2 а потом а потом получаем под вектор X2 соответственно даже не потом а мы можем это сделать параллельно вот это на самом деле ключевая вещь то есть фактически у нас на этапе сэмплирования все то же самое что и с PixelCNN понятно что я сказал или еще раз пояснить да понятно на этапе обучения у нас тоже все то же самое потому что что мы делали на этапе обучения модели PixelCNN мы брали вектор X пропускали его через нашу PixelCNN получали выход и так как у нас там авторегрессионные маски и у нас появляется авторегрессионные свойства мы получали соответственно логиты которые если про первую домашку говорим которые были зависимы от контекста здесь на самом деле все то же самое только если теперь у нас контекст либо X1 либо X2 где X1 и X2 это подвектор то есть фактически здесь нету никакого отличия от авторегрессионной модели про которую мы говорили раньше пояснил я да спасибо еще у нас по хорошему не должны меняться способы как мы будем разделять да сори мне кажется у меня где-то было про это предложение но кажется оно потерялся этот раз да это правильное замечание касается того что если мы соответственно застакаем много таких слоев то у нас X1 никогда не изменится и фактически на этапе сэмплирования мы будем получать что у нас первая часть вектора это всегда стандартная гусяна поэтому на самом деле нам нужно при обучении постоянно менять способ задания X1 и X2 ну фактически мы можем вот менять на этой схемке белые и черные пиксели фактически мы сначала говорим что маска у нас это нечетные пиксели потом делаем как бы маска равно 1 минус маска вот типа такого вот про это да нужно обязательно помнить ровно так это и происходит что сначала один слой мы сделали потом поменяли части X1 и X2 местами применили второй слой и так далее да это важное замечание спасибо окей идем дальше да собственно да наш coupling layer который мы сейчас получили то есть X1 через Z1 выражается и X точнее X через Z выражается Z через X и оба преобразования у нас что важно можно выполнить за один проход напоминаю еще раз что доступно это благодаря тому что мы вот здесь Z1 заменили на X1 и у нас пропала последовательность давайте посмотрим на якобиан такого преобразования то есть DZ под X который нам нужно вычислять на этапе обучения ну так как мы вектор разбили на две части и X и Z мы на самом деле можем представить якобиан в блочном виде то есть DX1 по DZ1 DX2 по DZ1 и два остальных блока давайте посмотрим чему равняется каждый из блоков для начала посмотрим на блок DX1 по DZ1 так как у нас здесь identity как по-русски даже детское преобразование блин слава забыл то здесь мы получаем соответственно единичную матрицу вот она написана размера D на D дальше смотрим на преобразование ой тут только виноват тут мы пишем DZ по DX поэтому DZ1 по DX1 ну он эквивалентен соответственно давайте поймем чему равняется DZ1 по DX2 давайте вопрос к вам вроде не такой сложный вот из этих формул надо понять чему равняется DZ1 по DX2 ой виноват вот мы же DZ по DX смотрим поэтому сюда смотрим из первой формулы следует что 0 великолепно бинго да ну Z1 не зависит от X2 поэтому хорошо ну и соответственно у нас остается два преобразования ой два якобиана остаются якобианы двух блоков DZ2 по DX1 и DZ2 по DX2 фактически ну это производная вот этого векторка по его входам X2 и X1 замечаем что фактически мы получили треугольную матрицу вот здесь ой виноват почему она треугольная что я здесь хотел сказать а ну да сори да поясняю почему она треугольная да я помню правильный ответ а сам забыл почему смотрим на DZ2 по DX2 чему будет равняться ну фактически это будет диагональная матрица с вот этими элементами на диагонали 1 на сигма ну соответственно 1 на сигма 1 1 на сигма там какой-то M минус D согласны с тем что это диагональная матрица да согласна да да вот поэтому у нас здесь единичная матрица диагональная и здесь диагональная матрица но вот здесь соответственно не нулевая поэтому вся матрица у нас не диагональная а треугольная получается поэтому детерминат треугольной матрицы будет произведение диагональных элементов здесь у нас единички стоят на произведение никак не влияют соответственно детерминат общий будет равняться произведению диагональных элементов DZ2 по DX2 это здесь и написано Окей. Да, чуть сам не запутался. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на гауссовский авторегрессионный поток, который у нас был пятью слайдами ранее. Просто формулы переписанные. Собственно, вопрос на самом деле к вам. Как вам кажется, как взаимосвязаны RealMVP и гауссовский авторегрессионный поток? Является ли что-то частным случаем чего-то? Есть интуиция? Взаимосвязаны ли вообще? Давайте. Нет, я даже на самом деле, кажется, убрал этот слайд. Ну, на самом деле, что можно понять? Что фактически в гауссовском авторегрессионном потоке мы получали явно треугольную матрицу. Здесь мы получили матрицу, которая блочная, которая тоже треугольная, но при этом первый блок у нее единичный, второй блок диагональный. То есть фактически мы получили какой-то частный случай. Треугольной матрицы. Согласны с этим? И ввиду этого, на самом деле, несложно понять, как из этих формул получить вот эти формулы. Давайте скажем следующую вещь, что сигма житая и мю житая равняются... Давайте скажем, что сигма житая равняется единице, а мю житая равняется нулю. Если мы посмотрим на вот эту вот первую формулу, то в таком случае получим формулу x житая равняется z житому. Согласны? Уверен, что согласны. Если вот сюда единичку подставить, вот сюда нолик подставить. Значит, что мы... То есть еще раз, сори, что-то я сбив чего-то рассказываю, что я хочу сейчас сделать. Я хочу наложить некоторые условия на гауссовский авторегрессионный поток, при котором я в нем получу real MVP. Вот я говорю. Собственно, мне нужно сделать так, чтобы первый d-компонент были идентичны. Я говорю, давайте сигма житая будет равняться единице, мю житая равняться нулю, при жи, соответственно, равном от 1 до d. Получим, соответственно, формулу x1 равняется z1. Ну, фактически вот эту формулу мы получим. Теперь давайте попробуем сделать вторую формулу. Соответственно, вот эту. Что я скажу? Ну, фактически я скажу, что сигма житая является функцией не от одного... От xа не от одного до g-1, а от одного до d. В таком случае, соответственно, у меня вот здесь появится переменная... Сигма житая... x1... Блин, да, я понял, в чем дело. Тут написано, на самом деле, обратный авторегрессионный поток. Ну, на самом деле, ладно, давайте я вот здесь вот x1 напишу, потому что они равны. Тогда все сойдется. Да. Собственно, если я ограничу вот здесь вот этот контекст и возьму не от одного до g-1, а от одного до d, то у меня получится в точности вот та формула, которая написана вот здесь. Для жи, соответственно, больше, чем d. И для мю я сделаю то же самое. Скажу, что мю зависит не от всего контекста x, а только от первых d-компонентов. Соответственно, так как жи больше d, то это корректная формула. Поняли, что я сказал? Или поясните еще раз? Да, понятно. Окей, главная мысль. RealNVP фактически накладывает некоторые условия на авторегрессионную структуру наших переменных и в итоге получает вычисление за один проход в обратную и в прямую сторону задешево. То есть фактически у нас были две модели. Первая за один проход вычисляла прямое преобразование, за M проходов обратное преобразование. И была модель с обратными свойствами. То есть прямое преобразование за M проходов, обратное за один проход. Сейчас мы получили модель, которая один проход делает вперед, один проход делает назад. Но чудес не бывает. Мы наложили достаточно сильные условия на эту модель. А именно вот такого вида условия. То есть положили сигма равным единицами у равного нулю для первых компонентов и ограничили контекст для вторых компонентов. То есть фактически мы вот этими условиями сделали модель менее мощной, менее экспрессивной. Уменьшили пространство возможных преобразований, которые они задают. И фактически, и вы это даже увидите в вашей пятой домашке, сложно из RealNVP модели, не застакав миллион слоев, выжать хорошее качество. И у вас там датасет маниста, и вы должны на самом деле даже увидеть, что PixelCNN модель, которая была в первой домашке, генерирует его намного лучше, чем RealNVP. Окей. У нас 25 минут. Есть ли тут вопросы? Если нет, то идем к последней теме. Вопросов нет. Хорошо. Да, ну еще один слайд, который о чем говорит. Да, есть вот знаменитая модель потоков. Просто хотел слово вам показать. Называется Glow. Фактически, она долгое время была одной из state-of-the-art моделей нормализационного потока, которая смогла генерировать лица в большом разрешении за счет как раз-таки двух вещей, которые мы с вами изучили. Во-первых, это coupling player, а во-вторых, это линейные потоки, то есть потоки вида Z равно W от X, которые были реализованы как один на один свертка. Про это мы тоже чуть-чуть с вами говорили. Фактически, сэмплы были не то чтобы прям какие-то вал, но это был классный прецедент, когда задача генерации лиц была решена не GAN-моделью, в которую все всегда сильно вкладывались. Окей. Хорошо. А где? Ага. Да, и последний слайдик, который я как раз недавно вставил. Я на самом деле не умею его рассказывать, но давайте вместе с вами разберемся. Да, нашел вот такую красивую диаграмму. Ох, а где буквы? Что за балет? Куда буквы делись? Так, теперь нам нужно понять, какие здесь должны были стоять буквы. Давайте разберемся, что здесь есть что. Соответственно, есть буковка F, M и I. Надо их вот здесь расставить. Собственно, я думаю, что... Давайте вот так расставим. Sorry. Что-то, видимо, я скомпилил просто криво. Вот здесь будет M, здесь будет I. Invertible Functions Pro I. Видимо, вот так. Да, sorry. Собственно, введем три класса преобразований. Первая функция... Как будто кажется, что все-таки Invertible Functions должны быть буковкой I. Разумнее все-таки Invertible. Да, давайте так. Пусть I, то есть вот этот вот синенький кружок, который я криво рисую. Да, да, сейчас уберу, короче, просто показать вам. Это обратимые функции. То есть все-все обратимые функции. Соответственно, что среди них мы имеем? Блин, что-то затупил. Сейчас. Обратимые функции. Ну да, все правильно. Все правильно. Обратимые функции. Sorry, блин. Подвела меня диаграмма уже второй раз на самом деле. Да, ввели класс обратимых функций. Давайте введем второй класс. Класс... Какие-то красивые слова. Непрерывно дифференцируемые функции, у которых якобиан является нижнетреугольным. То есть фактически про это можно думать как авторегрессионные потоки, про которые мы сегодня говорили. Вот это класс F, который вот здесь вот зелененьким показан вот таким вот образом. Собственно, какие функции есть в этом классе? Во-первых, есть функции, которые не будут обратимыми. Ну, то есть не обязательно функция с треугольным якобианом является обратимой. Такие функции не будут являться потоками. Окей. Понятно, что я говорю? Да. Помогите мне, что я еще не потерял вас. Да, есть функции с треугольным якобианом, которые не являются обратимыми. Соответственно, остается еще вот такой подкласс функций, которые являются и обратимыми, и обладают треугольным якобианом. Это вот ровно то, про что мы сегодня говорили. Это подкласс функций M. Что в нем, соответственно, можно выделить из F? В нем можно выделить, соответственно, несколько областей. Первая область – там, где детерминант нашего якобиана, соответственно, равен нулю. Например, функция f от x равная x кубе в точке 0, у нее якобиан будет равен нулю, но при этом функция является обратимой. То есть, на самом деле, условие того, что якобиан не равен нулю, не является необходимым. Оно является достаточным для обратимости. Есть, соответственно, функции, у которых детерминант не равен нулю. Ну, например, вот сюда мы можем написать real a. Сейчас, вот он уже есть, real nvp. Да, понял, не равен нулю. При этом есть подкласс, где якобиан больше нуля, есть подкласс, где якобиан равен нулю. Вот, например, real nvp – это модель, которая является обратимой. У нее треугольный якобиан, и при этом он больше нуля. Вот, есть, соответственно, потоки, у которых якобиан равен единице. Что это значит? Мы с вами говорили, что детерминант матрицы якобиан фактически означает то, как мы меняем объем, при объем, соответственно, нашей вероятностного пространства при преобразовании. Вот, если объем этот не изменяется, то у нас детерминант равен единице. Почему здесь написан диак, не очень понятно. Мне кажется, эта опечатка здесь должен быть детерминант. Что за диак? На самом деле, мы же понимаем, что если диагональ равна единице, то детерминант тоже. Ну, если все это треугольное еще. А-а-а, блин, точно, да. Мы же сказали, что это треугольная матрица. Да, прикольно. Да, то есть мы же сказали, что это треугольная матрица, значит, детерминант равен произведению диагонали. Не, ну, диагональ. А что здесь имеется под диагональю, равным единице? Все элементы? У нас же может быть матрица с диагональю 2 и 0,5. У нее детерминант будет равен единице, а диагональ не равна единице. Видимо, имеется в виду произведение диагональных элементов, что эквивалентно детерминанту. Ну, короче, кажется, что было бы прикольнее написать детерминант. Окей. Ну и еще, соответственно, есть потоки, которые обладают нетреугольным гикобианом и при этом являются также обратимыми. Вот одним из примеров таких потоков является поток Сильвестера, который у вас есть что-то в теоретической домашке в, опять же, пятой. Вот. И Петя вам расскажет на следующем семинаре еще один пример вот такого потока, который называется планарный поток. Он не рассказывал уже на прошлой неделе? Может, уже рассказывал? Нет. Не рассказывал. Значит, вот расскажет пример потока, который является обратимым, но при этом мы на самом деле даже обратную функцию не знаем. Окей. Да, что-то не издалось у меня с этой диаграммой Вена. Короче, если хотите, просто сами повтыкайте. Я перекомпилирую файлик, чтобы буковки были расставлены и не путаться. Вот. Должно было пролить какую-то свету, дать понимание, но, конечно, только запутало. Окей. Да. Если хочется что-то про эту диаграмму Вена спросить, спросите, а иначе пойдем дальше. У нас осталось 17 минут. Хорошо. Последняя часть на сегодня. Давайте попробуем понять, как нормализационные потоки связаны с своей моделью. Может быть, даже хорошо бы порассуждать, какие у вас вообще, перед тем, как мы про это поговорили, какие у вас мысли на этот счет есть. Ну, вообще, мы говорили, что вот наше вариационное распределение, квад Z плюс лови X, мы говорили, что оно нормальное, хотя мы знаем, что вот нормальное распределение не сможет минимизировать какая-то дивергенция между вариационным распределением и честным, и пастериорным. В общем, надо как-то его обогатить, что ли? Да. Про это мы поговорим, но поговорим, на самом деле, через две лекции. То есть мы можем заиспользовать потоки в IE-модели, а сейчас, на самом деле, мы хотим понять, какая, собственно, вообще связь между потоком и в IE-модели. Ну, ладно, давайте начнем говорить. Да, вот я, опять же, в этот раз эту тему в первый раз рассказываю, ну, как я ее рассказал две недели назад студентам другим, но, опять же, она новая достаточно. Собственно, попробовал собрать табличку небольшую. Есть, собственно, в IE-модели, есть нормализационный поток. Давайте посмотрим, что они себя представляют и как можно их в одних терминах интерпретировать. Ну, во-первых, какая у нас функция потерь? В случае в IE-модели – это ELBA. В случае нормализационного потока – это, ну, на самом деле, может быть и обратная кальдивергенция. Не знаю, почему я здесь прямую написал. Короче, частный случай. Зачастую при решении задачи оценки параметров при имеющейся выборке мы используем прямую кальдивергенцию, которая эквивалентна MLE-оцениванию. При этом важно понимать, что ELBA тоже, на самом деле, оценивает логарифт правдоподобия, только это как бы всего лишь нижняя оценка. Собственно, в IE-модели у нас есть энкодер и декодер, которые, на самом деле, что важно, являются стахастическими. Что это значит? Это значит, что мы, на самом деле, в скрытом пространстве при имеющемся X получаем целое распределение, которое, собственно, задается QZ при условии XP, которое мы называем вариационным абстерерным распределением. И вот, имея один X, прогнав его через энкодер, получив, соответственно, μ и σ, мы можем получить бесконечное количество сэмплов из этого распределения, сделав, соответственно, reparametrization trick. И то же самое, на самом деле, с декодером. У нас есть сеть декодера P от X при условии Z от θ, которая тоже является стахастической. То есть, взяв один конкретный Z, мы можем получить бесконечное число X, получить целое распределение наших X. При этом, на самом деле, в нормализационном потоке у нас тоже есть какие-то преобразования, которые мы можем, это может быть не супер прям корректно, но мы можем их интерпретировать как энкодер и декодер. Мы можем сказать, что преобразование, соответственно, из X в Z – это декодер, ой, прошу прощения, энкодер, а преобразование из Z в X – это, соответственно, декодер. Причем F равняется G в минус первой. И что важно? Главное отличие, что вот такой энкодер и декодер будет детерминированный. То есть, зная X, мы получаем ровно один Z. Это эквивалентно тому, что мы скажем, что вот это вариационное, апостериорное распределение QZ при условии X является дельта функции F от X при условии θ. То есть, мы, на самом деле, что дельта функции, возможно, кого-то могут коробить. Что это означает? Это значит, что мы с вероятностью, на самом деле равной бесконечности знаем, чему, точнее, ну, некорректно сказал, плотности вероятности равной бесконечности, знаем, чему равняется наша скрытая переменная. То есть, мы знаем, что скрытая переменная обязана равна быть F от X при условии θ. Она детерминирована. У нас не получается никакого распределения. У нас распределение выглядит следующим образом. Это просто большой пик в бесконечность в точке F от X θ. И то же самое, на самом деле, с декодером. Мы можем сказать, что наш декодер это фактически дельта функция в точке X минус G от Z и θ. Понятно вот это утверждение? Да, понятно. Окей. Причем X и Z у нас здесь вообще обладают одной размерностью. Мне кажется, это даже можно было здесь написать. И параметрами, соответственно, модели в IE являются φ и θ. То есть, два множества параметров. Один для энкодера, другой для декодера. А для нормализационного потока у нас единый сет параметров, потому что энкодер и декодер это просто обратимое преобразование. То есть, у нас есть просто θ, который мы можем просто называть эквивалентно равным φ. Окей. Ну и теорема. Может быть, не совсем прям суперформальная, но кажется, дающая какое-то понимание. Максимум likelihood estimation, то есть максимум правдоподобия. Задача максимизирования правдоподобия для нормализационного потока эквивалентна максимизации ELBA для VE-модели с детерминированным энкодером и декодером. То есть, фактически, теорема звучит следующим образом. Когда мы максимизируем likelihood для нормализационного потока, мы на самом деле можем это интерпретировать как VE-модель, у которой просто детерминированный энкодер и декодер. Под детерминированностью я имею в виду, что в качестве декодера и энкодера мы подставляем вот те дельта-функции, про которые мы сейчас поговорили. Причем важное условие, что мы будем считать, что наше вариационное, апостерерное и истинное апостерерное распределение будут заданы просто дельта-функциями. Вот сейчас мы попробуем в качестве одного или двух слайдов быстренько показать, что это действительно так. Тут есть вопросы? Ну, вообще, возможно... Вопрос по диаграмме, ну, по публичке. Кажется, что обычный автоэнкодер тоже подходит вот под вторую колонку. Обычный автоэнкодер? Да, который не VE, а обычный, который тоже детерминированный, можно сказать. Ну, затем ли за той лишь разницей, что у тебя же не будет равняться F-1. Потому что в обычном автоэнкодере, если ты имеешь в виду просто автоэнкодер, как сеть, которая восстанавливает X по X. Да, да. Не, не только за этой разницей. Более того, у тебя вообще там вероятностный... Обычный автоэнкодер не задает никакую вероятностную модель, потому что у тебя как бы вход зависит от входа, выход зависит от входа. И это на самом деле важная вещь. Ну, то есть здесь у нас на самом деле как бы есть процесс вероятностный какой-то. То есть у нас как бы Z приходит из какого-то распределения. В обычном автоэнкодере у тебя нету никакой вероятностной модели. А, спасибо, я понял. Окей, да, хорошо. Давайте быстренько. На самом деле теоремка простая, но к ней нужны небольшие реквизиты. Давайте посмотрим на несколько фактов, которые нам сейчас понадобятся, чтобы в один слайд доказать эту теорему. Во-первых, нам потребуется свойство дельта-функции, которое заключается в том, что мат ожидания дельта-функции, мат ожидания, точнее, функции f от X по распределению дельта-функции равняется значению функции в точке Y. А почему здесь еще в левой части dx еще лишний? Ну, потому что он лишний. Да, фактически, что тут написано? Если у нас есть дельта-функция в точке Y и есть какая-то функция f от X, то если мы мат ожидаем функцию f от X, соответственно, по дельта-функции, да, вот это, это дельта от X минус Y, то интеграл такой будет равен соответственно значению функции в точке Y. То есть вот этому f от Y. Это свойство дельта-функции из умного математического анализа. Второе свойство, которое нам нужно, соответственно, теорема о замене переменных и теорема байса. Теорема о замене переменных, которую мы использовали в равняционных потоках, p от X при условии t равняется базовой плотности на модуль детерминанта матрицы и коби. И теперь давайте запишем теорему байса, просто самую стандартную теорему байса. Собственно, абстреорное распределение равняется p от X при условии z на p от z деленной на p от X при условии t. Из этой формулы давайте просто выразим вот этот член. Нам сейчас это просто понадобится, точнее, ой, сейчас, стоп, что я сделал? Что-то я не то говорю, sorry, sorry, сейчас соображу. А, да, sorry, sorry, не так, что-то я торопиться начинаю, чтобы вас не задержать. Да, записали теорему байса, и давайте вот в знаменателе, в p от X при условии t, подставим как раз теорему о замене переменных. Вот что мы сделаем. Собственно, что мы получим? Мы получим, давайте я сотру, это вот здесь получим p от z на модуль детерминанта. p от z сократим с p от z и в итоге выразим вот этот вот член, p от X при условии z от θ. Собственно, p от X при условии z от θ будет равняться p от z при условии x, умноженное на модуль детерминанта. Фактически здесь написано, что преобразование из X при условии z равно преобразование из z при условии x, умноженное на модуль детерминанта. Опять же, в случае, если у нас детерминированные энкодеры и верна теорема о замене переменных. Окей. Короче, на самом деле, простой факт. Если мы рассматриваем нормализационный поток и для него выпишем теорему байса, то получим вот такое условие. Да, ну и третья вещь, которая нам нужна, это то, что логарифт правдоподобия, это вещь, которую мы доказали с вами на третьей или четвертой лекции. Логарифт правдоподобия равняется вариационной нижней оценке плюс k-l дивергенция. Соответственно, вариационного обстоиорного распределения и истинного обстоиорного распределения. Важное условие. Сразу про него говорим, что если мы говорим, что... Короче, на самом деле, смотрим на теорему. В теореме мы явно предположили, что наше вариационное обстоиорное распределение для нормализационного потока является дельта-функцией. И оно является истинным распределением. Поэтому фактически вот этот член просто равен нулю. Поэтому на самом деле для нормализационного потока мы получаем, используя используемое нами свойство, что логарифт правдоподобия равняется вариационной нижней оценки. Ну и давайте просто вот все то, что я вот здесь выписывал, просто соединим воедино в последнем слайде и разойдемся. Собственно, давайте возьмем ELBA, которая используется просто в AE-модели в нашей. Просто ELBA, которая вы там прогали как раз в третьей домашке. И давайте чуть-чуть перегруппируем члены. А именно вот из этого логарифма вот этот член вынесем вот сюда. Ну, логарифмы частного легко стакать между собой. Собственно, получится логарифм P от X при условии Z, деленное на Q от Z при условии X, плюс логарифм априорного распределения. Понятен переход вот этот? Вот здесь логарифм вынесли, он со знаком минус, поэтому его можно сюда получится плюс логариф P от Z. Хорошо. И смотрим соответственно на вот этот член и на вот этот член. Начнем со второго. Что мы здесь видим? Если наше вариационное абстериорное распределение в нормализационном подтоке, оно у нас собственно задается дельта-функцией, то у нас здесь что написано? Мат ожидания дельта-функции по какому-то логарифму P от Z. Собственно, используем свойства дельта-функции. Сначала расписываем мат ожидания через интеграл. Это интеграл дельта-функции вот этого энкодера. Это Z минус F от X на логарифм P от Z. Пользуемся собственно свойством дельта-функции. У нас что получится? Вот сюда мы в качестве Z должны подставить соответственно вот этот Y. Собственно, получаем логарифм P от F от X тета. Окей. С этим членом разобрались. Использовали здесь свойства дельта-функции. Просто проинтегрировать. Теперь смотрим на второй член. Тот, который был первым изначально. Здесь мы применяем соответственно теорему замене переменных и теорему Байса. То есть фактически используем вот такую шнягу. Подставляем вместо P от X при условии Z соответственно то, что мы получили на прошлом слайде. Дальше замечаем, что здесь истинная абстериорная, здесь вариационные абстериорные. Мы сказали, что они равны, потому что они у нас детерминированные. Поэтому вот это сокращаем. Что получаем? Получаем мат ожидания опять же по дельта-функции логарифма модуля детерминанта матрицы Якоби. Опять же используя свойства дельта-функции избавляемся от мат ожиданий и получаем здесь логарифм модуля детерминанта матрицы Якоби. Теперь собираем эти два члена собственно вот это подставляем сюда вот это подставляем сюда. Получаем, что логарифм правдоподобия равняется вариационной нижней оценке и равняется собственно логарифму базовой плотности вот этот член плюс логарифму модуля детерминанта. Теорема доказана. Еще раз проговариваю, что мы доказали. что если мы берем вае модель у которой энкодер и декодер являются взаимообратными преобразованиями и являются детерминированными то мы получим вместо вае модели нормализационный поток который будет оценивать не нижнюю оценку а будет оценивать честный логарифм правдоподобия. Есть тут вопросы? Понятно ли что вообще произошло? Да, понятно. Окей. Тогда summary. Собственно сегодня поговорили про большой класс нормализационных потоков это гауссовские потоки. Поговорили про гауссовский авторегрессионный поток. Фактически это авторегрессионная модель с треугольным якобианом. Быстрый inference медленная генерация все то что было в первой дамаж. Прямая кальдивергенция естественная функция потерь. Обратный гауссовский авторегрессионный поток собственно тот же авторегрессионный поток но в котором мы поменяли два преобразования местами. В итоге генерируем сэмплы быстро но inference медленный. Обратная кальдивергенция естественная функция потерь. RealNVP самый известный поток использует так называемый calculating layer для того чтобы достичь быстрого прямого и обратного преобразований в потоке. При этом является частным случаем гауссовского авторегрессионного потока. ну и попытался вас убедить нормализационные потоки можно интерпретировать как в АЕ модель на которую наложили несколько условий а именно сказали что энкодер декодер детерминированные и задают обратные друг другу функции. Все. Есть вопросы какие-нибудь какие-нибудь окей тогда пока до сих пор до сих пор и под верю Продолжение следует...